В каких ситуациях, напоминающих фильм ужасов, вы оказывались? Я училась в школе последний год. В тёплый майский вечер я готовилась лечь спать, когда услышала громкий крик снаружи. Я проигнорировала это, пока не доползла до кровати. Прошло не так много времени после того, как я закрыла глаза, как я услышала «Я хочу тебя трахать» через открытое окно спальни. Я была в замешательстве, поэтому встала и выглянула из окна. Я увидела соседа, который стоял у забора, который разделял наши дворы, глядя на моё окно. Я очень испугалась, думала о том, стоит ли сказать об этом родителям. Но было темно, и я не знала, крикнул ли он это мне или кому-то другому, кого я не видела. Я не знала его достаточно хорошо. Прежде мы не разговаривали, поэтому я не думала, что у меня есть реальная причина поднимать шум из-за этого. Следующим утром я была дома одна, готовилась идти в школу. Я увидела, как сосед возится у себя во дворе, и мы неловко переглянулись через окно нашей гостиной. Я не придала этому значения. Ближе к 8.30 утра я услышала лай своей собаки. Она была на привязи на заднем дворе. Затем её лай стал звучать очень злобно. Будучи в ванной, я услышала, как открылась задняя дверь. Я просто подумала, это всего лишь мама, но где-то в глубине сознания я почувствовала, что это наш сосед. Моё чутьё не подвело меня. Я по сей день очень благодарна, что тогда послушала этот тихий голосок в своей голове. Мы встретились на кухне. Он стоял в полутора-двух метрах от меня с 20-ти сантиметровым ножом в руке. Никогда не забуду выражение его лица. Он казался испуганным почти так, будто он не хотел делать то, что собирался сделать. И в то же время в его глазах было видно выражение сумасшедшей похоти. Он сказал, стой на месте. В моей голове промелькнула единственная мысль, если хочешь жить, беги сейчас же. У вас бывали такие кошмарные сны, когда кто-то преследует вас, но ваше тело вдруг становится очень тяжёлым? Именно так я чувствовала себя в тот момент. Я теряла сознание, и я очень рада, что этого не произошло. Помню, как, выбегая из дома, я кричала «нет, нет, нет». Я упала с лестницы, которая вела к нашему крыльцу, встала, и затем, кажется, стучалась в два-три разных дома, прежде чем мне, наконец, открыли дверь. Приехали все полицейские города. Сосед в итоге ушёл в свой дом. Если не ошибаюсь, он был алкоголиком, который всё не мог вылечиться от зависимости, и он выпил два литра водки предыдущей ночью. Он признался полицейским, что много месяцев следил за мной через окно. Когда полицейские обыскали его дом, они нашли мои фотографии, сделанные им, на которых было подробно написано, что он хотел со мной сделать. На первом курсе колледжа я очень напилась на вечеринке. Ко мне подошёл какой-то парень и предложил пойти в его квартиру и познакомиться с его крольчонком. Я очень люблю крольчат, поэтому согласилась. Мы шли около 20 минут через очень неблагополучный район, прошли через неосвещённый обветшалый мост, где-то недалеко выли сирены полицейских машин. Мы добрались до старого тёмного здания, прошли через длинный узкий коридор до его двери. И тогда выяснилось, что у него есть пушистый крольчонок по имени Эд. Мы поиграли с настоящим кроликом около часа, а затем я вернулась в своё общежитие. Я не горжусь этим, но получила ценный урок о важности самозащиты и безопасности. Мне очень повезло, что я не была изнасилована и или убита. Однажды днём я пришёл домой с футбольной тренировки и увидел, что парадная дверь слегка приоткрыта. Кухонная стойка забрызгана кровью. Телефонная трубка лежала не на аппарате. Проводной домашний телефон. Кровавые следы вели к гаражу, а на кухонном полу лежал окровавленный нож. Оказалось, что сестра пыталась разрезать мясо, которое не разморозилось полностью, в итоге задела ножом артерию большого пальца левой руки. Мама пришла домой и поспешно увезла её в больницу. У неё не было времени прибраться и сделать так, чтобы дом перестал выглядеть как место убийства. Когда мне было 12 лет, сестра моей подруги повела нас на пляж. Ей было 19, поэтому она не особо обращала на нас внимание, пока мы были заняты бугибордингом по волнам. Мы устали и решили просто поболтать, как типичные 12-летние девочки. Мы положили руки на доски, легли лицом друг к другу, свесив ноги в воду, и начали болтать о мальчиках, школе, обо всём подряд. Вероятно, прошёл час, и так как мы лежали лицом друг к другу, мы не поняли, что отплыли слишком далеко. Мы увидели, что в воде больше никого нет, кроме нас. Затем мы увидели женщину, которая стояла на берегу и подпрыгивала вверх, окликая нас. Сначала мы думали, что она зовёт кого-то другого, но затем мы услышали акула. Мы сразу поняли, что они звали нас и показывали нам, что нам нужно вернуться, потому что неподалёку заметили акулу. Мы испугались и начали плыть изо всех сил, но у меня астма, и я почувствовала, что мне всё тяжелее дышать. Волны отбрасывали меня назад, я не могла двигаться вперёд. Я серьёзно думала, что могу в любой момент почувствовать, как челюсти акулы кусают мои ноги. Мужчина сел на свою лодку и направился к нам. Моя подруга первой забралась на лодку, я была второй. Когда я пыталась вскарабкаться, я подскользнулась и упала в воду, что вызвало у меня панику. Они вдвоём схватили меня и начали тянуть в лодку. Мы с подругой так и не увидели акулу, но мужчина сказал нам, что они видели плавник, который проплыл прямо рядом с нами. Я люблю бывать на пляже у океана, но с тех пор захожу в воду только по колени. Это был самый страшный опыт в моей жизни. Я и моя девушка решили отдохнуть вечером в джакузи с другой парой. Было не так поздно, может быть около 21.15. Мы просто сидели и болтали друг с другом. Позже мы начали меньше говорить и больше времени уделять своим вторым половинам. Мы проводили время так приятно, что вообще не обращали внимания на окружающую обстановку. Примерно через 30 минут не моя девушка, а другая девушка оглянулась и сказала, что за жуть. Мы посмотрели туда, куда она уставилась и увидели, что на тротуаре прямо рядом с оградой зоны джакузи стоит мужчина. Он сидел на своём велосипеде, на нём было серое худи с поднятым капюшоном, за его спиной был чёрный рюкзак. Он просто сидел и смотрел на что-то и теребил своими руками. Было темно, поэтому я не смог рассмотреть, что это, и мы понятия не имели, сколько он там пробыл и что он делал. Мы игнорировали его около минуты, но затем он начал пялиться на нас. Я не мог рассмотреть его лицо из-за тени от его капюшона, и мы начали бояться его. Мы медленно выбрались из джакузи, как он вдруг развернулся и быстро уехал на своём велосипеде. Мы собрали свои вещи и уже собирались уходить, когда он вернулся. Он объехал на своём велосипеде через весь квартал, чтобы незаметно подъехать к джакузи с другой стороны, но я заметил его. Я сообщил о нём остальным, и нам стало очень страшно. Этот мужчина наблюдал за нами, пытаясь скрыться от наших глаз. Он заехал на своём велосипеде в травяное поле, которое не освещалось фонарями, чтобы мы не могли его разглядеть, но мы знали, что он там. Мы схватили все свои вещи, вышли за ворота и быстро сели в свои машины. Когда мы начали уезжать, фары осветили поле, и мы увидели, что он прячется за деревом. Свет фар попал прямо на него, и мы ясно увидели его. На нём, блин, была маска, и он смотрел прямо на нас. Мы убрались оттуда и больше ни разу не вернулись туда. По сей день мы не знаем, как долго он наблюдал за нами и что у него было на уме. Я ехала в Лас-Вегас из Юмы, штат Аризона, куда отвезла подругу. Тогда ещё не было ни GPS, ни смартфона, и я случайно свернула не на ту автостраду. Поняв, что я еду не туда, я позвонила своему тогдашнему парню в панике, пытаясь понять, где я нахожусь. Он зашёл в гугл-карты, определил моё местонахождение и направил к небольшой просёлочной дороге, которая должна была вывести меня обратно на главную автостраду, по которой я могла поехать в Неваду. Так как я пару часов ехала не в том направлении и была посреди пустыни, у меня осталось очень мало бензина, и я была в ужасе от того, что он мог кончиться. В дороге мне не встретилась ни одна машина, вокруг не было каких-либо признаков цивилизации. Поэтому мой парень нашёл какой-то маленький городок в 50 километрах от меня, и я направилась туда, надеясь купить там бензин. Была уже ночь, в пустыне было совершенно темно, и в городе, к которому я приближалась, не было никакого света. Подъезжая, я начала замечать здания. Старые заброшенные здания. Город был полностью разрушен. Окна были выбиты, повсюду были раскиданы машины и мебель, а потом я заметила кровь. Огромные полосы крови, размазанной по всей дороге. Ни в одном месте, а на протяжении примерно 400 метров, повсюду была кровь. Я не видела никаких тел, ничего, что могло бы объяснить, откуда взялась кровь. И клянусь, я видела, как две или три фигуры передвигались между зданиями. И еду я, такая, затерянная в пустыне, почти с пустым баком, совершенно одна в заброшенном городе, где повсюду по дороге размазана кровь. Никогда в жизни не была так напугана. Я не смотрю ужастики, потому что меня легко напугать. И вдруг я оказалась в такой ситуации. Не знаю как, но бензина хватило еще на 40 минут езды, и я добралась до какой-то захолустной заправки. Я просидела в здании около часа, чтобы успокоиться и побыть с живыми людьми. Когда я учился в старшей школе, мы жили только вдвоем с мамой. Наверное, я забыл закрыть дверь гаража. Мы никогда не запираем дверь, ведущую в дом из гаража. И моя мама проснулась от того, что мужчина вошел в ее спальню. Было темно, и она закричала «Ты кто?». Мужчина сказал, что он офицер полиции. Когда она ему не поверила, он показал ей значок и заявил, что для полиции обычное дело обыскивать дом, если дверь гаража открыта. Я услышал шум и спустился по лестнице, крича маме, что собираюсь вызвать полицию. Офицер сказал нам, что сожалеет о том, что напугал нас, но еще раз напомнил, что такая проверка – стандартный протокол, а затем немедленно ушел. На следующий день мама позвонила в полицию и спросила, можно ли наш дом освободить от этого протокола. Они понятия не имели, о чем она говорит, и сказали, что никогда не давали указания своим офицерам заходить в дом, если открыта дверь гаража. В конце концов, они выяснили, кто из офицеров дежурил в ту ночь, и немедленно уволили его. Мы до сих пор понятия не имеем, что он собирался делать, если бы мы оба не проснулись. Одна из многих причин, по которым я не полностью доверяю полицейским. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Становитесь нашим патроном по ссылке в описании и слушайте наши выпуски фоном, без рекламы и цензуры. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok